Всем привет, друзья, меня зовут Антон Власов, а вот с вами Юля, и сейчас мы смотрим вайны со смыслом! Смысл! Смысл! Мы же, мы такие глупые, что нам нужно смотреть вайны, чтобы понять, в чём смысл жизни, и сейчас... Я прям вот вижу там превьюшки что-то у женщин... Ой, сегодня столько всего весёлого! То есть какие-то уже проблемки-то рисуются, а как из этого выйти, мы узнаем в вайнах со смыслом. Или, если... Я считаю, Юля, подожди, нужно отдельный урок в школе делать, где будет показывать вайны со смыслом. Можно самому придумать, типа, был слесарь, и у них была бедная семья, и жена супелила его, что он мало зарабатывает, потом ему оторвало руки, она его бросила, а он стал писать книги, кисточкой в зубах держа и картины, и стал супербогатым, и ребёнок, он, короче, любил папу больше, и папа умер, короче. И мама... Нет, мама... Слушай, не, ну это не смысл, а смысл. Да ну, да ну, ты слишком много на себя берёшь. Слушай, знаешь, какой? Была шлюха, ёбаная, в колготках в сетку, давала в попку, встретила мужчину богатого. А, это фильм «Красотка». Ладно, это не для нас, давайте смотреть. Я вижу какие-то эссички. Большие, друзья. Это смысл. Я увидел просто потому что. В то время бредишь про успех, а сам до сих пор в нищете живёшь. Что? Я работаю на износ, я забыл, что такое сон. Мне нужна твоя поддержка, я уверен, что успех близок. Подруги уже смеются над мной, я достойна большего. Вот поэтому делаю. Это его новая девушка? Да, он нашёл себя получше. Она не просит всякие белялы. Ты молодец, ты молодец. Работай. Всё, всё, опять же всё. Ну она, конечно, не похожа на... Да, она такая вот, как у меня была, но зато поддерживает очень хорошо. Чайный пакетик может поддерживать как надо. Слушай, ну я не знаю, всё упирается в деньги в этих вайнах. Потому что их снимают богатые вайнеры, блядь. Они ничего в жизни-то не знают. А попробуй-ка поднимись, с нищеты-то. Пап, я знаю, что ты назначил для нечто большего. Я сделаю невозможное. Невозможно? Оставь ключи и упирайся, отец. Да что такое, блядь? И всё у него не ладится, все его в жизни бросили. И девушка, и отец, и он все отца нового найдёт. Он такой, мне 17. Хуели что ли? Я не могу зарабатывать столько много. Отец даже говорит такой, ты никогда не зарабатываешь. Вон из квартиры! И оставь ключи! И он такой, пиздец. А почему так? Это всё, это Москва, да, значит, наверное. В Москве все должны зарабатывать, блядь, от миллиона в месяц и не меньше. Иначе тебя из дома выгонят. Слушай, они живут в фотостудии. Моя лучшая работа, это просто взорвёт. Просто жестее, бездарно. У тебя нет таланта. Ты понимаешь, что ты одним упорством ничего не добьёшься? Прошу, пожалуйста, почитай. Заметь, что я не знаю. Заметь, что у меня от других. Пипец. Вообще пиздец. Он такой, ёб твою мать. Что же мне надо сделать-то? И потом он торгует очком, и у него очень много денег. У него, он жигало. Ой, это какой плохой смысл. Его зовут в Монте-Карло. Он там отдыхает с богатыми этими самыми. И папа такой, я тебя недооценил. Да, ты настоящий сын. Горжусь тобой. Я в своё время так же заработал на эту квартиру. И тёлка такая, да, у меня парёт, зарабатывает, так сказать, дохуя. Молодые. Чувак! У тебя мало денег, и ты хочешь застрелиться? Так это, так это все должны застрелиться. Я в первую очередь. Я настолько... Я... Как так? Это, видимо, у очень богатых людей они такие, ну, слушай. А ты такие, да? Нет денег, зачем жить? Зачем жить из-за тебя нет денег? Я работал в Кее, блядь, в компьютерном магазине, а зарплата была 14500 рублей. И то, это если я там все планы выполнял. Я работал с сеошником и 12 зарабатывал. 12 зарабатывал? Да. Ну, слушай, ну я посолидно. Блядь, 14500, я должен был себе в рот, смотри. Я даже на двочах постил это. Ты даже пистолет... Я не могу себе купить пистолю. А я... А я... Я буду так, если себя убивать. Я слишком слабохарактерный, я не могу. Я слишком, слишком слабохарактерный. Отец дверь открывает такой, должен себя ничтожить. Дряпка, блядь, не можешь даже себя задушить, нахуй. Шнур купите, 14500, ты хватит? Мне... Его даже не уволили. Или уволили? Он вообще нигде не работает, он просто принес. Его не уволили, мы просто сказали, это хуйня, ты бездарность. Он такой... Так может он должен был сесть, подумать такой, может я действительно хуйней занимаюсь? Может мне что-нибудь другое заняться? Может что-нибудь другое... Написать. А он сразу пулю в лоб, ну ты ж пи... Ааа, я не понимаю! Вот Курт Кобейн застрелился, потому что он сделал вообще всё в этой жизни. Понимаешь? Типа вот если бы у меня было... Вот если бы наоборот, у меня было очень много денег. Вот, представляешь, у меня было бы там бесконечное количество триллиардных рублей. Или долларов, или я, без разницы. Я бы просто пошёл в первый же магазин и я... Дай тебе вот это ружьё! И два патрона! Вот такие прям дроп нахуй, на кабана! И я бы зарядил их, я говорю, ну пока! А там тяжело, ты так не дотянешься. Ну если я попрошу тогда прохожего... Нажмите! Это пранк! Это пранк! Нажмите! Хизу, новый пранк снимать! Нажмите! И чувак такой, да, конечно, там можно селфи потом? Да потом, тридцилет! Да хорошо! Она такая, он меня попросил нажать на курок. Да, 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 не пиздит. А я ещё одновременно в рай попаду. Я ж не сразу застрелил, а меня застрелили. Грех на душу не брал. Блядь! Ну это шесть, конечно, почему... В этом самом... Честно знаю. А вот продолжение душевного ролика. Здравствуйте, можно вас на секундочку? Чё хотел? Я новичок, но очень хотел бы у вас заниматься, мне вас посоветовали. Новички мне не нужны, у меня только такие бойцы. У меня может быть мало навыков, но желание больше, чем у любого. Дверь, да! Ааа, это всё просто разбивается о адекватность. Почему? Что тебя смущает? Меня смущает, он это показывает, будто это что-то ненормальное. Но это нормально. Ааа, ты имеешь в виду, что он поставил ситуацию, что человек... Допустим, ты тренер уровня олимпийских чемпионов, ты тренируешь олимпийских чемпионов. Да, я прихожу, например, я говорю, здравствуйте, я Антон Васов, вот, я там снимаю измен на это, но я что-то... Я полноват просто, мне нужно похудеть. Я тренеру олимпийских чемпионов. У вас есть тысяч триста-четыреста в месяц, как бы, индивидуально? Нет, но я очень хочу. Я очень хочу денег. Да, я очень... И более того, я их заслуживаю, потому что я очень высокопрофессиональный тренер. Я требую... Да, я требую олимпийского резерва, блин. Не то, что требую, я... Это необходимо для меня, это моя жизнь. А зачем мы деньги? Ну, я очень хочу. Кому? Тренеру? Да. Жить? Зачем? Не, ну подождите, стой, давай так, почему у нас вообще получают очень много спортсмены? Почему? Это обычная работа, они должны получать столько же, сколько обычно. Видеоблогеры тоже обычная работа. У меня нет монетизации на канале, бля. Я вообще ничего не получаю, вообще. Как я живу-то? Монетизация. Кто? Нет, хотя бы на этом ролике монетизация, бля. Получают много из-за того, что много дают. Если кто-то недоволен, становитесь спортсменами, зарабатывайте. Похоже на проститутку. Много платят, потому что много дают. Что же мне брать в эти деньги? Надо бы рождаться бабой. Сука! Бля, если бы я был тёлкой, у меня было бы уже столько машин, бля. Как, почему, почему вы не пользуетесь этим? Вам же дадина, блядь, пизда. Ну, пацан чё-то это. Много бы хочет. Слушай, я давно не тренирую. Хочу сына отдать. Кого посоветуешь? Знаю я одному. И он стал тренером. А зачем была экспозиция в виде работы девушки и отца? Работы, я не знаю. Может, девушка придёт тренироваться и батя придёт тренироваться. Просто экспозиция больше, чем как бы завязка, кульминация и конец. То есть он стал просто в фитнес-центре тренером? Профессиональным тренером для детей. Учит их кольца бросать на эти. Ну, я не хочу рассказывать в футбольную фото. Не бросай кольца. Давай, попади. Такой. Он так. Оп! Попал! А теперь иди сюда. Адерь яблот. Адерь яблот. Ну и кольца. Садись. Ровненько. И закрой глаза. Ну, он и тренер, и спортсмен превосходный. Охренеть, он за 10 лет не поменял одежду. Он вообще не поменял. Он как будто в холодильник лёг и пролежал 10 лет. Он как будто себя в криокамере заморозил. А знаешь, такая же есть, типа, тема криосауна. Где-то минус 400 или сколько там. Если там закрыться на подольше, ты просто, ну, у тебя вот так вот. Замёрзнет. Разобьётся, разобьётся нахуй. Типа он сединой. И вот так вот. И, конечно, он такой, а, я вспомнил его. Я его видел один раз 10 лет назад. Слушай, и ты бездарность ёбаная преподаёшь теперь? Я не думаю, что он бы его вспомнил. Он его видел один раз. Но он ему запомнился, потому что он был очень настырный. Не трать моё время, а. Пошли со мной. Подождите. Я его возьму. А, да. Конечно, он же, он же автор этого вайма. Он должен быть охуенным. А, я бы сказал, да и пошли нахуй. Чё, пиздюха, блин? А, стой, стой, стой. Чё, я его буду тренировать, всё нормально. А потом, когда батя уходит, делаешь пиздюку такие нагрузки, что он связки себе рвёт и больше никогда спортсменом не может стать. Вот, вот, вот и вайн тебе. Вот и вайн получился. Он такой, чё, аварию попал. Ножки-ножки подкосились, да. А это ж я за рулём был тогда. Это я тебя переехал. Много больше, чтобы встречаться с тобой. Прошу, дай мне ещё чуть времени и обещаю, что достигну успеха. И подарю тебе всё, о чём мы мечтали. Я больше не верю в тебя. Это, подожди, то же самое? Это другая? Это один его или та же? Не, подожди, ты думаешь другая была? Я думаю, у него просто идея кончились, и он как бы лепит из того, что есть. Подожди, у него другая тёлка, и она тоже теперь говорит? И она тоже, да, да, да. У него, знаешь, как бы, ну, типа... Он такой, я и мамашник тебе. У него есть четыре мысли, и он их просто представляет по-разному. Да, то есть можно комбинировать. Знаешь, сколько, типа, комбинаций из четырёх получится вайнов? Четыре в четвёртой степени. Вот. Шестнадцать? И он сидит такой, бля. Я могу снять всего шестнадцать вайнов. Надо как-то стать за шестнадцать вайнов популярным и богатым. И он стал. И он стал. Молодец, респект. Класс. Класс. Как вы придумаете такие вайны? Я не могу понять. И там выходит огромный бумажник, вот такой, так, отпиздил его. Школьник такой, я первый, блядь, свитер даже не переоделал. Он такой, давай, давай, ты нормально. Свитер смычет удары. По твоей бледной коже, блядь. Давай, стой ровно. Давай я тебя буду держать сзади, чтобы ты не упал. А он такой. Удар внутрь прошел. Да, такой, я тебя держу, давай, бей его. Скорзной. А там, знаешь, такой огромный человек, да. Бей его. И просто. И прям. Ботинок. Сквозь нахуй. И он такой, типа, слушай, я это самое пиздюка прошил. Я тебя уволил с этим числом, короче. Ты убил человека прямо у меня. Я отсюда. Вот огонь, блядь. Ребенка убил. Тебя не взяли в сборную, там все проплачено. Но у меня лучше. Тебя не взяли в сборную дзюдо-гонщиков. Это дзюдо-гонщики. Это чуваки, которые выходят сначала дерутся как ниди, а потом едут на скорость на машинах. Это не честно. Это было не может быть. Извини. Помощную карту, но без инклея. Тебе, я еще ебал. Я стараюсь в голове держать. Его не взяли в дзюдо-сборную из-за того, что там все проплачено. Но он хорош. Он хорош, он добр, он честен. Это... Как сказать? У меня слезы текут уже. Вот есть человек-паук? Но. Который через потерю своего дяди понимает, что большая сила это большая ответственность. И вот это... Вот этот случай, он формирует из него более взрослую личность, которая... Несмотря на то, что он подросток, он как бы берет на себя ответственность. Он спасает людей, он жертвует своей личной жизнью. А ты хорошо знаешь историю человека-паука, Юлик. Бэтмен. Потеряв... Семью. Семью, да. Он тоже... Становится нытиком поганым. Подожди, но он спасает людей. Он как бы тоже отрекается от всего мирского. И есть чувак. Он просто пиздатый. Он просто пиздатый. Он, да, он... Он, он... Не, ну подожди. Он стремится заработать денег, в то время как все супергерои стремятся сделать мир добрее. Вот в чем главная проблема. Он корыстный, поэтому он не крутой. Не-не-не-не-не-не. Он все делает. Он и работает, и папу любит, и девушку любит, но его никто не любит. И зла он не держит. И динарист он крутой. И хуй у него до колена. Да такого будем взять куда угодно, куда. Вот он может быть кем угодно в жизни, а его никто не дооценивает. Иисусом ему надо быть. Ну... Нет. Я думаю, что это слишком. Я тебя уже предупреждала. Ты третий месяц уже не платил. Просто заходит в мразь и начинает тебя отчитывать в твою квартиру. А это хозяйка квартиры. Она говорит, ты не плачь в третий месяц. А, ты с тобой заходит в мразь в квартиру? Свою. Да. Ну ничего страшного, но снимешь квартиру попроще, чувак. Там такие хоромы я видел вообще у него. Знаешь, как вообще все на самом деле обстоит? Если у вас договор заключен... Ну? Не имеют права усидеть? Не имеют. Ты можешь платить каждый второй месяц. А я слышал, что ты этим договором можешь заняться потерять. Можешь, но если ты будешь судиться, ты выиграешь. Ты можешь один месяц платить, а второй месяц не платить. Один месяц платить, а второй месяц не платить. Почему, блядь? А потому что если ты не платишь больше одного месяца, только тогда тебя имеют право выгнать. А если нет, то... Подожди, я могу вообще не платить? Нет, ты один месяц оплатил, а второй месяц не оплатил. А потом опять оплатил один месяц, а второй опять не оплатил. Пиздец. По закону тебя не могут выгнать. Но только это заработано в том случае, если люди, которые сдают квартиру, они еще налоги отдают на эту тему. А ты можешь вообще мне сказать, типа, а ты какую налоги не платить со съемок? Так что я честно соскучу. Лишние деньги в большом количестве на судебные тяжбы, то можешь не платить за квартиру каждый второй раз. Просто быть таким гандоном, вот этот... Каждый второй месяц откладывать на адвоката. На адвоката, я буду с вами... Сусть, отдай нам просто эти деньги, не надо будет. Нееет, я буду с вами судиться. И выиграю, блядь, потому что я гандон. Я люблю, блядь, когда вот людям портят жизнь. Сумку выкинул и сам себя... А ты... Чего разлегся-то? Не сдавайся. Отстань, а. Как ты такого докатился-то? Я когда-то сдался. Не сдавайся! Слушай, ну... Разве такая тема, что когда ты... Какая-то точка невозврата, что ты вот... А почему бомж сейчас может не сдаваться? Вот почему сейчас он не сдаётся? Почему он сейчас не сдаётся? Ты ломаешь. Да не ломай, я... Ломаешь, ломаешь всю... Вон бомж в Штатах ходил, блядь, и за 5 долларов говорил, давайте я вам расскажу, как это... Волосы бездата. Ты ломаешь всю условность этих вайн. То есть мир, как бы все в мире понимают как бы 6 вещей. Каких? Ну, предполож... Каких-то 6 вещей. Ну хорошо. Вайны это истории про людей, которые понимают 3 вещи из этих 6. И строят мир из этих 3 вещей. Поэтому они такие простые и угарные. Слушай, ну было бы мне 13. Я думаю, что это основная аудитория примерно таких вайн. То есть ты бы, наверное, подумал бы. Да. Сдаваться-то нельзя. То есть 14 меня мог Арнольд Шварценеггер замотивировать неделю на 2 руки. А я хотел, кстати, тебе сказать, что вот этого хуйня мотивирует меня от часа на 3. То есть я когда посмотрю, что это такое, я такой думаю, блядь, ну конечно да. И мне хватает ровно убраться в квартире. Сейчас я уже слишком циничен, чтобы такое меня вдохновляло. Да, я вряд ли сейчас могу сказать, что я, наверное, до конца... Это неплохо. Не сдамся и заварю. Это неплохо. Как бы мы не осуждаем. Это бравое дело, как правильно сказать. Молодцы. Молодцы, молодцы. О! Ребят, хиза номер 2! Класс. Да, хорошо, если вас вообще что-то мотивирует в этой жизни, блядь, но, а если уж это... Такие простые вещи вас мотивируют, то вообще, наверное, будете... В hey! Очень богаты вы. Как в Билл Гейтс. Так скорее всего, может, и богче. Твой талант, у кого-то пение, у кого-то танцев, мой же талант, никогда не сдаваться Я уже не верил Он же бомжом стал А, он сдался что ли? Нет, он стал бомжом, но не сдался, ел бургер и ночевал на лавочке А, то есть как бы полумеры такие, я бомж, но не сдавшись все еще И что в итоге, то есть ты накопил по 100-150 рублей и... Купил себе большую лепешку Это разумие Получается, у него есть рост Он сначала ел маленький бургер, потом большую лепешку Сейчас, наверное, будет есть... Рост в интеллектуальных способностях Потому что стоят и лепешка, и бургер стоят одинаково Но лепешка даст тебе больше калорий А и так он больше сэкономит рублей и купит себе книгу Ну слушай, с повествованием у него, конечно, огромные проблемы Проблемы, да, я... Мы как будто три разных вайна в перемешку посмотрели Что-то я не понял на самом деле про этот... Про отца, девушку, вначале вторую девушку Я потом не понял, да, что в итоге с ним случилось Он же вроде как тренером стал пизда Ну, да... Так а в чем тогда дело? Сейчас вернемся... Это как уж Ямалана в перемешку с... Подожди, то есть рассказали начало и конец А сейчас я расскажу Сергину Поэтому я и говорю, что проблемы с повествованием очень серьезные Я думал, что он скатился уже после опять тренерства Серьезно? Я настолько потерял нить Я думал, что он этого человека потренировал И потом его опять выгнали Или это уже другой вайна? Я прям понимаю Слушай, одни книги сплошные у человека в жизни Это хорошо Это и есть история моего успеха На Тэдди, да? Это все один вайна! Это его бывшие телки! А это самая первая телка? Или это уже другой вайна? Походу, первая Или это уже другой вайна? Как другой вайна? Не-не-не, это другой вайна Блять, слушай, да тот же самый вайна! Не-не-не, это другой вайна! У него все, многосерийный вайна! В общем, его бросила девушка Его выгнал отец И ему нагрубили на работе Он стал заниматься спортом Хотел заниматься у крытого тренера Но тот его не стал тренировать Выгнал! Он стал усиленно тренироваться Потом тренера сбил Он сбил в машине Подожди, подожди, это будущее уже Он стал усиленно тренироваться Что настолько хорошо тренировался Что стал почти в сборной дзюдо Но его не взяли И у него почему-то все кончилось И он стал жить на улице Но он продолжал тренироваться, учиться Еще и гением стал И потом вот его тренер Читал много книг Который ему отказал Он пришел, он теперь тренирует его ребенка А еще он стал бизнесменом И его бывший тренер Который его все-таки согласился тренировать Он теперь жалеет и взял его по телевизору Звучит, как будто ребенок придумал Да-да, я не понимаю Когда, обличаясь это в слова Звучит, как будто ребенок Вот этот момент, когда он лежал на улице Пакетом накрытый Стал тренером, блядь, сборной Олимпийской Это как вообще Можно вот этот момент мне поподробнее Я хотел бы узнать, как мне это сделать Вот в какой момент он вдруг стал Есть проблемы какие-то Есть проблемы Как он устроился на работу Кто его туда взял Почему он там И почему это все за 10 лет произошло Получается так Почему его выгнали Кто его выгнал Почему он А, он не платил за квартиру Точно Ему сказали, выбирайся И он на улице лепешки ел То есть он Слушай, прям жизнь под откосы А знаете, как я бы сделал? Я просто снял бы поменьше квартиру И пошел бы на работу Обыкновенную, нетворческую Которую нахуй не надо Там твою Место тренировок Да-да-да, и потом И купил бы просто апонемент За 15 тысяч в зал На год За год Сейчас за девятку нужно взять По акциям можно, да И с бассейном причем еще И я бы ходил на работу Жил бы в квартире Тренировался А потом бы Ходишь два раза в зал Но Утром, вечером И моешься И все И ты дома воду не тратишь Вот, и уже дешевле На две тысячи в ЭКУ Но намного больше Ты же еще шампуни не покупаешь А потом А потом скопил бы денег Пошел бы на курсы Сделал бы рельефное тело И пошел бы работать Просто этим самым Тренером Спортивным Или просто вебку поставил И очком так делал И хером Стучал по камере Да, по пол Ну, что попросит Да, да, да За что скинул Токены И потом вайн такой снимаешь Купил бы себе Я знаю что Марио Майкер 2 И сделал бы Ну, короче говоря Я Отрицательно Отрицательную оценку Ставлю, блядь На этот вайн Он очень Его тяжело Воспринимать Усвоить Это как будто Борщ с котлетами Это как будто Дети это посмотрят Их вырвет Борщ с пирогами С сгущенками Все Всего так много И ты когда все это поглощаешь Ты такой Типа Тошнит Так что мне сделать-то надо? Что мне сделать? Не сдаваться? Не сдаваться И сказал об этом бомж Сдавшийся Понимаешь? Есть крутой видос Про бездомного Который стал боксом заниматься Вот он пиздец мотивирующий Социальный Я вот видел другой крутой видос Называется Бомж с дробовиком Смотрел? Хоба Ви за шотган Не видели такой фильм? Вот это крутой фильм Там бомж хотел купить Газонокосилку Он копил на нее очень долго А на улице Беспределы Байкеры всякие Цепями всех пиздят И он приходит в магазин И в этом магазине Продается две вещи Газонокосилка И ружье И он такой типа Блять Как бы хотел сказать Дайте мне ружье и патронов И он просто начал всех хуерить Налево и направо Бомж с дробовиком Хуерь Посмотрите Отличный фильм Мне понравился Он трэшовый конечно В стиле Доказательства смерти Но он очень круто Вот это мотивирует Блять Просто вот Купи Блять Дробовик Ебаный И будет у тебя в жизни все окей А мы переходим к следующему Вайну Давай следующий коротенький Вайну От другого автора Случился пожар И пожарники все затопили А помнишь кофе Трэвоком Ааа Опять он Странно что он ей цветок дарит уже после еды Как будто она ела ждала его Он пришел вытер и дал ей цветок Привет Привет А что ты тут сидишь бургаливаешь Ну у него логика нарушена Он просто говорит Не я вайнер просто Она такая Или они садятся Он такой Сейчас ты будешь есть Она такая Ой цветок это мне Он такой Нет ешь Сначала поешь Она поела Слушай Это все сплошная мотивация Да То есть ты не получишь что-то Пока не сделаешь что-то Со смыслом Это да Со смыслом Опять же ребята Мои руки выглядят вот так Чтобы ее могли выглядеть вот так Знаешь эти картинки Там руки у мужика В мозолях грязные А у девушки Типа такой маникюр Да 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 То есть она как бы Ничего для этого не делает А мужик для этого старается Ну и подожди Это кто такой вообще Работник Чувак Парень А при чем тогда тут чувак на мерседесе Это она была Или он Она была сначала С этим работящим Да 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 Это все он Это все он Он пашет Чтобы ее содержать Да если о чем я говорю Юлик Блядь Тут все опять не так Мы Началось с того Что она сидела на улице Я надеюсь что это следующий вайн И все тоже Слушай или это тоже Нет это другой вайн Подожди а когда этот вайн начался? Он начался еще 10 секунд назад А на машине она с другим Ладно все Да понятно 2500 2500 в день? Это хуя блять Нам нужно пахать конечно Мне не нужны серьезные отношения Мне не нужны серьезные отношения Какой ты блять Я тебе помогу Я тебе помогу Кольцо Помнишь год в ветре в окном И мы на кухне рано утром только вдвоем То есть блять Он меня слил хорошо Он на все деньги купил кольцо Господи как мне повезло Слушай да вот Так ладно Давай смотрим до конца Подожди Юля Может мы не знаем чего-то Я беременен От того Да да А он такой Ты что делаешь Я просто Я просто издеваюсь Думал я хочу тебя остановить Это ошибка Не я просто издеваюсь Я просто да Ты безденежная мразь А ты Шлюха Иди нахуй И они такие все стоят Всех обоссал Она такая говорит Ну у него тяги есть Она того не стоит Она того не стоит Просто я когда-то был на твоем месте Чего блять Я что это не могу понять Она того не стоит Я ее выебать хочу Я просто да Чувак дай мне просто Он будет ходить и портить жизнь этой телке Постоянно А этого не стоит Я сам ее слил Пойми Как это странно Это что хороший вайн что ли Это многие телки Чьи-то бывшие Так-то И все Что мне блять Я пытаюсь У меня голова заболела Я пытался оправдать этот вайн У меня голова заболела Да у меня давно уже Вот тут болит У меня прям внутри что-то закололо Я не шучу Ужас Я настолько Это межреберная Неврология Юлика Не здесь внутри Вот тут внутри А да Я стал дуть Может у тебя ребра там У меня прям посередине такое что-то Калорий Блять слушай То есть как бы этот чел Дает нам понять Этот чел мигрень мне подарил Что не надо Не надо Встречаться с Пробитыми телками То есть нужно Брать Нет Она все-таки Делает это Я не знаю Я не знаю Он нам объясняет Что нужно Нужно встречаться Только с девственницей Все То есть Не разменивайтесь А почему Разменивайтесь Да Разменивайтесь То есть встречайся со всеми блять телками Я замерзла Встретишь меня? Извини я Очень занят Мне нужна твоя помощь То есть То есть Может до конца не смотреть Просто Есть шлюх Ой шлюх У нее есть парень Но у нее есть чувак На френдзоне Которого она использует Естественно Она в конце ему скажет Что Спасибо тебе большое Пока И пойдет с этим ебаться И что это значит Не будьте во френдзоне Ну да Не тратите время Именно не нужно И пускай капает Капает с неба Иду в мокрый кросса К тебе Где бы я ни был Когда он встречает Такой прям Крутой Шестера Для остальных Я занят Звонки без ответов Подожди Ради куртки Ради куртки Я-то думал На машине приедет Какой-то А он с работы Сорвался Побежал И курточку дотек Все потому Что у нее Не хватает мозгов В помещение Зайти Да Она Дверь заклопнулась Просто сзади Где она Чего она ждет Почему она стоит На улице Я не знаю Это тупая Хуйня какая-то Очень тупая То есть Телка Просто не может Зайти Более того Она когда вышла На улицу Вызвать такси Она Не сделала Так Холодно Вернусь Возьму куртку Она такая Холодно Просто блядюга Утром Не рассчитала Погоду Холодно Она посмотрела На улицу Солнышко светит Пошла в комнату Мне холодно Дорогой Мне холодно Сука Вернись Возьми куртку Мне холодно Ладно Я напишу другому Мне холодно О бежит Отлично Давай куртку А мне кажется Этот чувак Который вот Изначально Потом Я замерз Я не холодно Он такой Ты блядь Ебнутый Надо было слушать меня Я дома сплю Если сказал Не звонить Куда ты утром Поперлась Позвоняй Нам в шестерке А у пацанов Потом воспаление Легкие Ну не Все таки До такого Леда водит Гораздо ближе Чем мы думаем Просто Стоит открыть глаза И посмотреть На тех Кто Че Блядь Это вот оказывается Как И потом Ты такой Ты че Мне изменяешь Нет Ты че А у меня куртку Да Какого хуя Ты с ним в обнимку Гуляешь Потому что Я блядь Шесто утра Не встал Куртку Тебе не вынес Да Тупой Ты дурь У всех телефоны Там по 30 тысяч рублей По 40 И вы не можете Посмотреть Просто по году Вот написано Ясно 14 градусов Как тебе 14 Кажется Что тебе Идти нужно В шортах Мне кажется Не надо Да Не Я-то думал Что типа Не тратить Времени на ненужных Этому чуваку Потому что Он шестерка Он оказывает Не Не Чуваке Если Вот я вам Сейчас значит Смысл войны Был такой Он незаконченный Она его бросит Придет домой Скажет спасибо Отдаст куртку Слушай Пойдет Тут хотя бы Не каша Хотя бы Не каша Офига Они Милицию Где-то нашли Может Это нарезка И стирну Я думаю Здесь кончится Тем Что Чуваку Прострелят колеса И его самого Повяжут И смысл в том Что лучше останавливайтесь Когда Менты говорят Становитесь Лучше не надо Самодействовать Они что-то говорят А он пьяный едет А он дал ему на лапу Он незаметно дал Денег Прямо Знаешь Торчат Косари Это самое Беленький Да Серьезная хуйня Конец войны Давайте взятки Давайте Да Если вы едете пьяным Вам все сойдет с рук И вы можете откупиться Охуеть Аааа Какая хуйня И он сейчас Обьет его дочку Скорее всего Да Да Ты узнал Блин Ты смотришь По-моему Нет Это самое первое Что в голову Прыг Хотя нет Он слишком молод Это значит Его девушка Или жена Жену Невеста Беременную Ну это совсем Пиздец Пиздец Слезовыжималка Если додумались сделать беременную, то прям ваще. И он такой. БЫЙГОР! Ну, слушай, это называется инстант карма. Мгновенная карма. Подожди, стой. Взял взятку? БАМ! Не, вот это, блядь, хороший вайн, так сказать. Ну, а че? Это, по-моему, вообще не вайн. О, так-то да, но... Это просто видел со смыслом. Не, ну так оно, в принципе, и есть. А я по мальчику. Да-да-да. Вы вот сами в жопу доедете, кори. Да дорого. Мы в баньку поедем. А моя правда, я, пацаны, садитесь бесплатно, давайте поедем. Ну, и че, нормально. А в чем смысл, почему девушка не взяла? Да, потому что хватит уже возить их катать. Это слишком много времени уделяет, на самом деле, парни девушкам. Ну, вот это по-хорошему. Пацаны, там натопчут, они ноги не стряхнули. Там, блядь, натечет воды. Стряхнули, стряхнули. Нихуя не стряхнули. Это, блядь, другой стряхнул. А девушки, девушки классные. Они аккуратные, они не запачкают машину, как мне кажется. Ну, мы же не знаем водителя, какие у него предпочтения, так сказать. Может быть, представляешь, одна девушка, либо три пары. Ну, явно, где-то выиграешь. Почему так решили? Почему девушку не взяли? Эх, братишка. Однажды, в холодный зимний день, я стоял у дороги и очень долго не мог поймать такси. Но вдруг, одна машина приостановилась и стала медленно подъезжать. Я сразу понял, что это не такси, но в тот момент мне было все равно, лишь бы остановилась. Я уже радовался, что наконец яду в теплую машину. Как вдруг, она проехала мимо меня и остановилась около девушки, которая стояла прямо позади меня и так же ловила такси. Ну, уж извините, что... Чувак, отличный вайн, мне нравится. Прямо очень крутой. Пацанский, клевый. То есть, реально, постоянно телок подвозят. Нормальный пацанов. Никто. Ты к тачку себе купи, катайся. А если я пьяный выпил, не могу за руль садиться, и почему телка... Я бы, не будь мы знакомы, увидел бы тебя пьяным на обочине, я бы не стал тебя подвозить. Ты высокий, пьяный, агрессивный, наверное, был бы. Я тоже никого не подвожу. Я вообще, из принципа, никого не вожу на своей машине, кроме знакомых. Но, как бы, в этом смысл есть. То есть, постоянно возят каких-то бледюк. Или обычных девушек. Ну, обычные девушки не стоят на обочинах. Тоже верно, тоже верно. Нормальные девушки, они... А прикинь, пацан, он вообще все неправильно понял. Этот мужик просто свою девушку забрал. И он просто видел, что она идет, и припарковался, чтобы ее захватить. Ну, слушай, и теперь он не подвозится с принципа телок. Ёбнутый. Я... Кукуха в детстве уехала от этого случая. И он купил себе такой же Мерседес. И проигрывает эту ситуацию каждый раз. Да-да-да, и ищет, короче, чтобы... У него только так встает. Когда он папа обламывает. У него сразу там начинает... Щекотка такая небольшая, и он прям, да, ребят, подвез. Вот такой вот вайн. Слушай, ну... Не самый тупой вайн на свете, конечно. Что-то в этом есть, но это... Ёмкий, не запутаешься. Не запутаешься. Ну что ж, друзья, мы посмотрели с вами очень-очень жизненные вайны. Две трети видео мы и мы один вайн смотрели. Да-да-да. Ну он тоже был в чем-то прикольный, но... Немножко трэшовый. Так, да, относительно. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на канал Юлика. Да, там тоже мы смотрим такие же вайны. Так что до новых встреч, пока!